Привет всем, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дэм Ремейк и с вами Диана. В предыдущем видео вы уже могли посмотреть мое первое впечатление от моих продуктов, купленных недавно на сайте Beauty Drugs. И сейчас я их буду тестить на себе. Ну, с этими двумя ребятками все понятно, то есть патчи и крем для зоны вокруг глаз. Все, мы с ними уже, наверное, все плюс-минус поняли. Да, я их очень люблю, я их всем советую, они очень классные. Ну, что насчет тонального крема? И это у нас манекен в оттенке номер 2. И по традиции мы его будем наносить на одну половинку лица спонжем, на вторую половинку лица кистью. Вообще, что бы я хотела сказать, так как, ну, как бы с тональным кремом еще ладно, там что-то страшное, наверное, не случится. Но я планирую по полной программе поэкспериментировать вот с этими вот тинтами, данные СМАРИКС, которые вы тоже могли, там, свочи, на которые вы могли увидеть в прошлом видео. И вот что здесь будет, я просто понятия не имею, потому что я планирую прям очень жестко с ним поэкспериментировать, намазать вообще практически везде. И очень может быть, что это будет полный провал. Ну, ладно. Выдавлю-ка я оттеночек номер 2 себе на ручку. У меня сегодня больше не будет никаких консилеров, ничего. Посмотрим. Мне кажется, я выдавила многовато, но думаю, ничего страшного для теста подойдет. Моя любимая кисть от Real Techniques, это Expert Face Brush. И поехали. Тон достаточно жидкий, прям вот такой запах мне, кстати, нравится. Да, очень хорошо прикрывает какие-то вот недустаточки. И кистью наносится хорошо. Давайте ее тоже чуть подтонируем. Рада получилась подтонировать бровь, но да ладно, мы же тестируем, смотрим. Ну, хорошо, мне нужен цвет чуть-чуть посветлее, но в принципе это достаточно близкое попадание для меня. Да, хорошо перекрывает. Вот давайте попробуем вот здесь вот пальчиком наслоить чуть-чуть вот эти вот зоны, видите? Да, хорошо справляется. Мне нравится, что он ложится не плотно, он ложится вроде как тонким слоем, но при этом имеет очень высокую пигментацию. Ну-ка, давайте под глазками чуть-чуть добавим. Ну, вы, наверное, примерно сами видите. Сейчас, когда на вторую половину лица нанесу, я камеру поближе поставлю, чтобы вы все посмотрели, рассмотрели. И давайте влажным спонжем тоже попробуем. Конечно, спонж, как всегда, съедает часть продукта, это нормально, ничего страшного. Спонжем получается более тонкое покрытие, как мне кажется, но сейчас нужно будет посмотреть, когда тональный крем немножко усядется, то есть, потому что спонж влажный. Немножко добавлю еще. Не, очень хорошо прям тонирует, прям очень даже... Мне нравится эффект от спонжа, наверное, чуть больше, но кистью тоже хорошо. Ну вот, примерно как-то так он и все перекрывает. Что мне было бы интересно сделать дальше, это какой-нибудь, наверное, из тинтов попробовать его как такой бронзер-румяшечки использовать. И, наверное, самый подходящий на эту роль, это у меня Gingerbread или вот Chestnut. Вот честно, не знаю, очень страшно, потому что пигментация у тинтов дикая. Вообще не... Скорее всего, я сейчас все испорчу. Я просто как-то морально готовлюсь, я возьму такую вот синтетическую, полностью синтетическую дуафибру от Manly. Наберем. Тут, возможно, немножко смешается с тональным кремом, но вы уж меня не судите строго. Очень хочется тинты-то пробовать. И давайте поехали. Как мне страшно, вы бы знали. Кажется, она уже застыть успела. И в итоге... Да, ладно, надо быть смелее. Так, пока я не превратилась непонятно в кого, но... Боже мой, как это страшно. Они просто мгновенно фиксируются, судя по всему. В итоге, если вот такое пятнышко поставили, все. Возможно, это было бы более реально, если бы я это сразу смешивала, например, с тональником. О, разгоняем, разгоняем. Ааа, нет! Какие с остатками тона? Спаси нас! Она всегда спасает. Кстати, интересный эффект, интересный. Знаете, это такое вот, наносить такие тинты на щеки, на скулы в качестве румян, это, конечно, та еще степень извращенности. Мне просто хочется проверить, насколько это реально. Ну, вроде реально. Давайте на вторую. И... да. Вот, и это быстренько надо подснять, потому что иначе все. Мне кажется, черную гелевую подводку тушевать проще, чем вот это превращать, не знаю, бронзура румяна, что ли. Давайте сверху спонжем пройдемся, вдруг смягчим результат. О! Да. Лучше. Нет, в принципе, нормально. Фух. Дай немножко сюда, уж что там. Что теперь уж стесняться, да, самое страшное? Вроде как-то получается даже. Был бы цвет, цвет на светлее, возможно, было бы попроще. Ну уж, какой у меня есть. А, кстати, чем-нибудь подобным, наверное, можно веснушки рисовать. И брови. Если вы такая рыженькая, наверное, можно и брови нарисовать. Мы, кстати, попробуем сейчас, наверное, нарисовать немножко бровки. Для этого возьму оттенок шоколад. Он, конечно, ну, не совсем не подходит под тенку бровей, но когда кого-то это вообще в жизни останавливало, к сожалению. Будут у меня брови с таким интересным подтоном сегодня, я думаю. Нет, это провал. Нет, вот это вообще мне не подходит по цвету. То есть что-то другое можно было бы. Но не шоколад. Я, на самом деле, по сводчим так надеялась, что, может, его в бровь можно будет. Может, он такой похолоднее. Но, ноу. Не судьба. Не для бровей. Понимаете? Это не для бровей. Лучше пусть мои брови будут в тональнике сегодня. Вот честно. Хотя, может, я сейчас чем-то намешаю? Если вот к этому цвету капельку голубого добавить, вдруг что-то изменится в лучшую сторону. Не, ну, кстати, что-то уже реальнее получается. Мне кажется, таким уже можно брови рисовать. Давайте попробуем. О, ну, в принципе, нормально. Смешала шоколадочку с голубым. Вам не надо так, я просто тестирую. Мне просто интересно, что я, в принципе, могу сделать этой текстурой. Вот волосок прорисовать могу. А может, еще джинджер брови попробовать смешать с голубым. Мне кажется, они чуть более противоположные. Возможно, цвет получится еще более нейтральный. Сейчас посмотрим. Играюсь я сегодня просто. Похоже с вами. Такой хороший уже, серенький получился. Слушайте, серенький получился. Кастомный тинт для бровей. Ну, в общем, наверное, как-то так. Я не хочу ее усиливать с этой бровью. Я, ну, попереборщила. И я знаю, что они немножко разные. Как бы фиг с ним. Мы экспериментируем. И я вообще не знаю, что из этого выйдет. Мне хочется, само собой, эти тинты нанести на веки. Правильно? Правильно. Давайте попробуем. Celebration нанести на подвижное веко. Складочку мы попробуем вот как-то вот шоколадкой. Не знаю, в общем, Gingerbread. Что тут у меня? Да, вот имя как-то сделает, наверное. Поставим какой-нибудь, наверное, акцент ко внутренним уголочек с золотом. И голубой вследицу на нижние ресницы. Что из этого получится? Не знаю. Давайте пробовать. Давайте начнем с того, что прорисуем немножечко складочку Gingerbread. Для этого возьму кисточку от Real Techniques. У меня немножко подтонировано век, как вы помните. Мне кажется, это неплохо, потому что... Ну, что было проще подразогнать. Потому что текстура очень стойкая, очень быстро фиксирующаяся. Фиксирующаяся. Разгоняем, разгоняем, разгоняем. Ну, и наш красивенький тентик. Очень быстро фиксируется. Разгоняется хорошо. Примерно пока как-то так. Ребята, если что, работаю с этими текстурами в первый раз. Но не ждите от меня ничего прям сверху. Реально, сложно. Никогда ничем подобным не работало. Теперь давайте возьмем шоколадочку. Капелюшку, капелюшку шоколадки. Ну, вот еще какая-то синтетическая кисть. Надеюсь, я их смогу отмыть. Давайте мы ей углубим внешний уголочек. Немножко в складку и быстрее тушевать. Мне кажется, она залипла. Ничего, мы справимся. Все будет отлично. Ну, пусть так будет. Опять по нижнему веку. Давайте шоколада прям по нижнему сейчас сжахнем. По-быстрому. Разгоняйся, друг, пожалуйста. Нормально пока. Не, ну это реально. Это прям работа на скорость. Такой тин затормозить вам в жизни не даст. Пока все получается. Это то, что получается, это радует. Теперь давайте попробуем Celebration нанести на подвижное веко. Моя рука уже превращается просто вообще непонятно во что. Нам не весело. Я возьму, наверное, плоскую такую синтетическую кисточку. Наберу на нее Celebration и нанесем на веко. Так. Надо было выдавливать побольше. И давайте подразбоним. Не хочу, чтобы еще жестко было. Теперь давайте золотишко наше во внутренний уголочек. Это у нас получается Golden Mine оттеночек. Я эту же кистью буду набирать. Ммм, вот это вкусненько. Прям красиво. Слушайте, прям. Это симпатично. Мне нравится. Такой прям блик. Классно. Я прям чувствую простор для фантазии. Потом я хочу голубенький оттенок Beach нанести. В смысле пляжа, да? Нанести в слизистую. Набираем. О, арт пошел. Смотрите, да? Не, ну это прям сочно. Давайте теперь попробуем нанести это на рыснище наше еще, да? Нижнее, наверное. У меня будет сегодня странный образ. Вообще очень странный. Скажем так, этот тушь не содержит в себе никаких удлиняющих частичек. Просто окрашивает. Мне хорошо выглядит. Ну, собственно, для креатива. Почему нет? Мне кажется, интересно. Давайте подводку шоколадкой сделаем. Ну, надо же тестировать. Надо, надо. Надо. Ну, я не люблю рисовать стрелки, поэтому сейчас вторую нарисую, доработаю и вернусь, ладно? Ну, в общем, я нарисовала стрелки и даже ничего перерисовывать не пришлось. Мне кажется, что получились ломки у меня драматичные. Немножко добавила ресницы. Мне кажется, что, в принципе, это как с позиции фешин-образа. Очень даже ничего. Ну, по-моему, это прям даже интересно. Я даже, наверное, все сфоткаю. Нам остались губы. Мы губы не делали, правильно? Я вот как раз приберегла оттенок чеснат. Ну, смотрите, с этого рука. Это, конечно, уже прям бардык. Так. Не, это весело. На самом деле, это все очень весело, но страшно. Страшно облажаться. Вам не было бы? Мне немножко есть. Вот я набираю на кисточку. Поехали. Не, ну, очень тонко ложится. Это клево. Немножко липнут губы друг к другу. Но, возможно, когда она полностью высохнет, такого эффекта не будет. На губы нанесла. Теперь надо это оттереть от руки. Все. И, наверное, можно выносить вердикт. Итак, давайте подводить итоги. Тональный крем мне понравился. То есть он мне шелушение не подчеркнул. Хорошо перекрыл. Да, он плотный, но прям, чтобы таким толстым слоем он тоже не смотрится, что мне нравится. Я его нигде не припутывала. Вот он сейчас так, естественно, блестит. Теперь давайте к тентам. Знаете, продукт интересный. На глаза это точно что-то прям вот космическое. Мне кажется, поверх будут очень хорошо ложиться тени. Мне очень понравилось, как эта штука ложится вследицу. То есть из-за того, что она жидкая, она, ну как, это комфортнее, чем тереть карандашом об глаз. То есть это вот намного легче наносилось, чтобы было приятно. В принципе, даже вот как тушь оно лежит, конечно, никакого объема дополнительного не дает. Но, тем не менее, работает. Вот, я нанесла как стрелочку, тоже работает. Можно вообще, видите, сделать, в принципе, самостоятельный макияж. Насчет того, чтобы это были, не знаю, какие-то румяна, бронзатор, более адекватные цвета, либо замешивать с тономником, тогда тоже можно. То есть продукт супер многофункциональный. Я попробовала в брови, в принципе, работает. То есть, особенно, если вы подберете там какой-то более подходящий цвет, или вот, как я, будете что-то смешивать, можно в брови. И мне кажется, это будет стойко, к тому же заявляется, опять-таки, водостойкость. На губы можно. Совсем чуть-чуть залипает. В принципе, вот пока я сижу, у нее супер сушат. Мне нравится, как стрелки можно. Вот, слизистую, наверное, он пока меня больше всего очаровал. И мне очень интересно будет с ним поработать именно в качестве подложки под макияж глаз. Вот. И, в принципе, я прямо очень от души наигралась. Так что я вам всех вот этих вот малышей, всех вот попробовать, что-то я вам точно рекомендую. И, наверное, сейчас я дождусь, там, других своих малышей, которых я заказала с сайта Beautylish. То есть, они будут ехать с США. То есть, я надеюсь, что доедут нормально. То есть, тональник тоже классный, присмотритесь тоже обязательно. Вот эти малыши, ну, чудо. И очень может быть, что я начну ими пользоваться и пойму, что я хочу больше оттенков. Потому что, в принципе, он подсыхает, становится вроде бы лучше. То есть, ну, вот, на губах отпечатывается пока что, ну, просто минимально. Если это также будет, например, и с красными оттенками, то это плюс-минус-то находка, да? Надо еще посмотреть, как это все будет переживать еду. Ну, наверное, об этом я как-нибудь сниму отдельное видео. Может быть, с каким-то другим цветом. Ну, не знаю, почему нет. Вообще, текстура интересная. Если особенно брать какой-нибудь более человеческий носибельный цвет. Ну, эти тоже, конечно, человеческие носибельные, но какие-то более универсальные. То есть, там, крем-брюле, там, очень красивый цвет. То есть, какая-то пыльная роза, там, какие-то приглушенные оттенки. Либо красный, если вы хотите, на губы, там, на стрелы. Тоже вполне себе можно рассмотреть. И, честно, честно, это очень большое какое-то поле для деятельности. И вообще, удано есть очень много других интересных продуктов. И очень может быть, что я что-то у нее еще интересное куплю и вам обязательно расскажу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео или что оно было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы вам обязательно приходили уведомления о моих новых видео, потому что YouTube может вам просто не сообщать о том, что у меня вышло новое видео. Обязательно подписывайтесь на мой Instagram. Ссылочка также будет в описании. И давайте до новых встреч. Увидимся. Пока! Зачем я красилась? Чтобы вам красивой показаться, понимаете? Люблю жару, но с елки какое-то дополнительное напряжение. Мне это не очень нравится. Всем привет! Спасибо.